Дом на Сущинского 10 можно назвать одним из самых известных долгостроев окружной столицы. Сдать 10-секционную многоэтажку под расселение из ветхого и аварийного жилья планировали еще в 2018 году. На дворе – 2020. Не готовы еще три секции. В большинстве квартир уже поклеены обои. Идет укладка линолеума, покраска, мест общего пользования. Ведутся пусконаладочные работы. Это слаботочная система, пожарная сигнализация, домофоны. Телевидение, интернет. Установка конечных устройств на 9-10 секции завершают. Это сантехнические, то есть ванны, раковины и так далее. И электрическая часть. Сейчас на объекте трудится 30 человек. И такое малое количество рабочей силы существенно замедляет темп выполнения работ. В РИО губернатор Юрий Бездудный поручил дополнительно набрать работников, чтобы ускорить сроки сдачи многоэтажки. Из графика вы вышли. Где ЦСЗ? Обновить все графики, взять под контроль количество людей. Особое внимание прошу подрядчика обратить на то, чтобы тех людей, если вы не можете их откуда-то привезти, значит вы должны этих людей найти здесь. Я абсолютно уверен, что в городе Наринмаре и поселках можно найти специалистов рабочих профессий, которые смогут выполнять эту работу. Поэтому вам неделю на то, чтобы увеличить количество людей на объекте, обновить все графики. Мы этот дом держим на особом контроле. Он строится с 2016 года. Недоумение у Юрия Бездудного вызвало и наличие мусора на придомовой территории. В РИО губернатора уверен, складирование хлама несет потенциальную угрозу для детей. Если через два часа это унесется, пожалуйста, до конца дня мне, пожалуйста, пришлите фотоотчет, что этого хлама здесь нет. Подрядчик от своих слов о сроках сдачи долгостроя не отказывается. Все работы должны завершить по графику. На сегодняшний момент у нас получается в общей сложности процентов 90. Как будет готово ориентировочно к концу месяца, будем подаваться на получение заключения соответствия построенного объекта. И планируем получить и передать квартиры в августе до нового года. Конец августа, начало сентября 2020 года. Десятисекционный дом начали строить еще в 2016 году. Наталья Дуркина, Леонид Шишелов, Телеканал Север.